Торговля является одним из самых могущественных факторов исторического прогресса. Начиная с каменного века и заканчивая сегодняшним днем, человечество интересовали способы обогащения, причем как легальные, так и не очень. Не обошли эти процессы и ММО-индустрию, поскольку в онлайн-игры есть не что иное, как микрокосм нашего общества, а значит на него распространяются все явления из нашего реального мира. Реклама, спекуляции и продажи услуг, все это вы найдете в ММО-проектах. Всем привет, друзья, с вами Иной, и сегодня мы окунемся в теневой сектор ММО. Реклама – это двигатель торговли, а значит и самый грандиозный способ продвижения собственных идей. Конечно, случается так, что мы узнаем о какой-либо игре совершенно случайно, бороздя просторы интернета. Но чаще всего мы узнаем об играх именно через рекламу. Вероятно, вы скажете, ну а при чем тут теневой сектор? При всей очевидности рекламы, внутри нее зашито много способов манипуляций со знанием игрока. Некоторые из них я рассматривал своим стареньким видео «Как нами манипулировать». Но чтобы не отрывать вас от данного ролика, расскажу вам об основных. Как правило, реклама каждой ММО-РПГ начинается с эпической музыки, чтобы придать торжественности моменту. Далее нам показывают уникальные способности героев и существ, которых мы никогда не встретим в нашей реальной жизни. То есть нам продают мечту. Ибо ММО-игры есть не что иное, как возможность коснуться со знанием неприкасаемого. Люди никогда не говорят об этом слух, но жанр фэнтези по-прежнему пользуется огромным спросом. А все потому, что внутри каждого из нас теплится желание узнать что там, за границей человеческого воображения. Реклама является отличным инструментом продажи таких идей и способом заманить игрока в сети разработчиков. Чтобы выжить внутри любой игры, вам, как и в реальном мире, необходимо зарабатывать. Просто способы заработка здесь более экзотические. Каждый новый день – приключения. Каждый новый босс – оружие. Но все эти активности сводятся к одному – заработку денег. Если вы активный игрок и у вас есть время уделять проекту по 5-6 часов в день, то полагаю, что ваши успехи в играх довольно очевидны. А что, если нет? Вот тут мы сталкиваемся с таким понятием, как RMT или Real Money Trading, то есть торговля реальными деньгами. Когда-то давно некие сообразительные люди выявили, что на играх можно неплохо зарабатывать в реале. Эти люди стали скупать игровое золото у активных игроков и продавать его подороже тем, кто в нем нуждается. Процент от каждой сделки шел в карман трейдеру, а самого трейдера впоследствии назвали голдселлером или по-русски говоря торговцем золотом. Именно эти товарищи засирают ваш игровой чат своими сообщениями, спами то в мировой чат, то в вашу личку предложениями о продаже игровых ценностей. А ценностью может быть все что угодно, начиная с внутриигровой валюты и заканчивая редкими предметами экипировки и скакунами. Сказал А, говори Б. Ваши любимые гильдии частенько грешат своими RMT наклонностями, нанимая на фарм чего-либо невинных каторжников. В каждой игре можно встретить сообщение типа «Гильдия колпачки, примет свои ряды активных игроков, бла-бла-бла». После того, как лидер собирает костяк, он заставляет людей жертвовать своими деньгами и ресурсами на развитие гильдии. Но пока проект находится в стадии ОБТ, все находятся в таком легком мандраже и стараются максимально вложиться в развитие, чтобы занять доминирующие позиции. Очень часто те деньги, которые вы жертвуете на развитие гильдии, гораздо выше ее реальных запросов, впрочем, как и ресурсов. Отличный повод для непорядочных ГЛов продать все нажитое вами на черном рынке голдселлерских услуг. При таком раскладе в плюсе остается и сам ГЛ и голдселлер, так что будьте внимательнее и следите за тем, как расходуются ваши деньги, чтобы не стать рабом таких финансовых махинаций. Но продажа игровых ценностей – это не единственные потребности в мире ММО. Многие игроки нуждаются в нематериальных услугах. Например, некоторые хотят иметь высокий рейтинг в ПВП или нафармить определенную валюту, чтобы одеть за нее персонажа. В конце концов, у некоторых просто нет времени на прокачку персонажа. В этот момент подключаются другие люди. Например, для буста рейтинга ПВП арены обращаются к винтрейлерам. Это особо скилловые ребята, которые не безвозмездно готовы поднять тебя до пьедестала топ рейтинга. Услуга эта, конечно, сомнительна, поскольку если ты дно, то никакой буст тебе не поможет, но бывают те, у кого просто не хватает терпения сделать это самому. В таких случаях покупка буста – отличный способ поберечь свои нервы и достигнуть желаемых результатов. Также нам известны случаи, когда сильные гильдии или статики, одев своих персонажей, начинают продавать услуги по прохождению высокоуровневого контента. Сложные данжи, рейды и так далее. В общем, все то, что позволяет вам хорошенько приодеться и представлять из себя хоть что-то. Да, услуги в мире ММО тоже стоит денег. И часто эти суммы выходят за пределы человеческого понимания. Некоторые игроки в попытках обогатиться пошли еще дальше и стали продавать игровые предметы за реальные деньги. Как 14 тысяч долларов. В игре Entropy Universe в 2010 году произошла самая дорогая сделка в истории игр. Владелец астероида и расположенный на нем ночного клуба продал свою частную собственность за рекордные 635 тысяч долларов. Карл! Разумеется, это не полный список теневой торговли. Торговли, которые не предусмотрены игровым клиентом. Оставлю немного места для вашей фантазии и своего многоточия. Делитесь комментариями о ваших самых дорогих теневых покупках. А фонариком для вас подсветил иной луч света в теневом секторе. Ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем делиться видео с друзьями. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok